Полная практика прощения с Green My Life Ярослав Мудро-Воронцов. Татьяна, 26 декабря. Это осознание за день. Итак, фраза общая по моим осознаниям, это то, что практика прощения дает очень много хороших инструментов, которые пригодятся в жизни. Итак, первое мое осознание, все, что нам дается на практике, все, что нам дает Ярослав на практике прощения, это нам пригодится в будущем, когда мы будем обучать людей. И не только. Хочу сказать, что это пригодится нам и в нашей жизни. То есть много инструментов, которые мы сможем использовать в течение своей жизни, в течение своего дня. Я этими инструментами уже пользуюсь. Второе мое осознание, это то, что при съемке видео, вдохновение, которое мы записываем, помни, что делаешь, это для большего количества людей, для того, чтобы наполнить их радостью. То есть при записи видео я сама должна вдохновиться тем, что и наполнится радостью, тем, что я делюсь этим состоянием с большим количеством людей. Я их вдохновляю и добавляю им позитива в их жизни. То есть касательно видео, что там тоже много таких подсказочек, которые пригодятся для записи видео. Там, может быть, и в соцсети я что-то выложу, или кому-то что-то я записывать буду. То есть, например, это то, что... Как удерживать, например, вдохновляющий тон, что его нужно удерживать в течение всего, всей речи, да, не опускать его вниз, а в конце даже как-то возвысить свой тон, вдохновение увеличить, скажем, позитив и добавить. Дальше, что, например, при съемке видео надо смотреть в камеру, а не вниз или на себя, на экран. Дальше. Что двигаться при съемке нужно, естественно, отводить взгляд, но при моменте, когда возвращаешь свое внимание на камеру, то смотреть именно в глазок, в саму камеру. Вот. Также полезно перед съемкой размять речевой аппарат. То есть, то, что я делала, это упражнение для того, чтобы размять губы, чтобы они там мучили, чтобы она не была зажата, и это выглядело на видео естественно, и говорить было легче. Дальше, например, еще такой момент, что расположение головы, так сказать, должно быть посередине, от верха и снизу. Это такой наиболее хороший вариант. Или между окончанием экрана и головой должно быть минимальное расстояние, чтобы не было, что есть одна голова, и дальше там стены или потолок. Большая часть картинки, это будет какой-то некий обзор. Далее. А человека мало видно. То есть, важно удерживать камеру в нужном ракурсе, не двигать резко камерой, резких поворотов, движений не делать, так как это мешает съемке, восприятию, когда человек будет смотреть видео. Вот. Это несколько таких подсказочек, типсов. Я о них рассказала в своих осознаниях. Благодарю за внимание. С вами была Татьяна. Полная практика прощения. С Green My Life. Ярослав Мудро-Воронцов.